АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какая-то гамера перемещается. Так, вопрос у вас есть. Отходите на очередь, а потом оттуда, а потом оттуда. Женя, пожалуйста, можете пояснить, пожалуйста, в чем тактический смысл двух разных провайдеров в двух разных городах? Или это пока не темно? Нет, не тайно. Нам второй просто так бесплатно достался. То есть мы сделали одного, а нам пришли хорошие люди и сказали, у нас тут завалялся провайдер, который не ведет деятельности, давайте мы его тоже отдадим. И при этом есть, конечно, практический смысл, потому что реально в разных городах, в разных регионах, немножко разная практика, у каждого регионального управления ФСБ свои подходы. Есть, например, регионы, где провайдеров, которые через кого-то подключены, не заставляют себе сором ставить. Мы для этого делаем два оплинка, чтобы заставили. Но в целом, в разных регионах практика разная и полезно иметь ноги в разных регионах, чтобы было больше какой-то вариабельности. Поэтому мы ужасно обрадовались, когда нам что-то отложили и за нее хватило. Денис, для победителей. Спасибо за вашу инициативу. Хотелось бы задать такой вопрос. Не кажется ли вам, что если вместо супермикросерверов, на которых вы производите себе данные, которые сейчас представляют для себя сором, чтобы начать ставить реальные на микстрали большие какие-то классиар системы, которые могут делать диппэкд инспекшн и по определенным руламу в публиком ВКонтакте проводить анализ загружающих изображений, автоматически выявлять анимательных девочек, потом брать из средства провайдера опазданных пользователей и вот так отпечатать судебные дела? Мне кажется ли вам, что из-за этого всем станет только хуже? И, собственно, продолжая эту мысль, мне кажется, ну, вот складывается такое впечатление, что пытаетесь бороться не с причиной, то есть не с самой проблемой, а с ее следствием, то есть не с проблемой неправильного закона, а в соответствии того, что мы на ней куда-то зарабатываем. Так, отлично, оба вопросы очень хорошие. Значит, тут как раз вопрос в том, что является причиной, а что следствием. Как правило, мой личный политический опыт, какой угодно, мое глубокое убеждение, хотя, безусловно, это сегодняшняя гипотеза и оценочное осуждение, но я вот это очень сильно вижу, заключается как раз в том, что вот экономика здесь абсолютно является комбазисом первопричины. Не закон дурацкий и создает возможность для кого-то украсть, а закон такой, чтобы создать возможность для кого-то украсть. То есть его бы не было, если бы, так сказать, за этим не было интересных людей, которые пилят деньги на это. Поэтому как раз удар по экономическим интересам этих людей мне и представляется борьбой с причиной, а не со следствием. Не закон причины, а экономический интерес. Из экономических интересов возникает закон, а из него уже, так сказать, последствия для всех. Еще раз, ну окей, возможно это неверная гипотеза или не всегда верная, но у меня она кажется достаточно консистент и она подтверждается наблюдениями за реальным миром. Что касается, не сделаем ли мы их хуже, это тоже хороший вопрос и на него есть два ответа. Первый ответ такой прагматичный, ну а денег нет откуда на внедрение нового технологичного оборудования в больших объемах и так далее. То есть это им надо будет там идти и включаться в какую-то конкуренцию за куски там питающего бюджетного пирога в условиях там сокращающегося зерного фонда и необходимости строить мост в Крым. Ну пусть еще побоятся и подоказывают, что им надо дать денег на DPI. А я на них посмотрю, вот сильно не факт, что мост в Крым или предвыборное повышение пенсии проиграют DPI и DPI. Конкуренция именно в условиях, когда дырок очень сильно и постоянно сокращается, а количество интересантов постоянно увеличивается. Это первое. Второе. Второе. В целом, борьба за такие штуки и против такие штуки, против сорма за свободный интернет, кажется правильной, потому что это правильный элемент политической адженты. Мы всегда говорим, что общественная защитная карта – это политическая организация. Мы там не сняемся этого. Мы не имеем, что там, не знаю, техническая или правозащитная или какая-то. Ну, в общем, это политическая организация. И вот, что такое политическая организация? Две минуты. Попробую кратко сформулировать. Вот политическая повестка, она там в каждой стране, в каждую минуту времени, она, ну там, состоит, не знаю, там, шести, семи, восьми вопросов, которые сейчас актуальны. Ну, там, не знаю, кто следит за американской политической кампанией, там актуальны вопросы, там, аборшен, ганрайтс, там, геймэридж, там, мексиканцы, обама хэр, там, ну и что-то. Ну, там, шесть-семь этих вопросов. В Германии свисшие семь вопросов, у нас свисшие семь вопросов. И вот, там, в развитой конкуренто-политической системе есть много-много-много разных акторов, которые борются за то, чтобы, там, свои вопросы, там, выгодные им, в эту повестку, там, внести. Ну, там, National Rights of the Association лоббирует, чтобы, там, вторая поправка всегда была частью политической повестки. Что такое политическая повестка? Любой политик, который, там, баллотирует, сейчас, то есть, в компании любой. От президентской до, там, каунте-клерка. Должен отвечать на вопрос, как я отношусь к праву на оружие, как я отношусь, там, к абордам, или еще чего-то. Так вот, мы боремся, как политическая организация, за то, чтобы интернет был частью политической повестки в России. Не давление сыра-бульдозерами и не Сирия, а интернет. Вот этих слотов, их, там, типа, шесть-семь. Вот их больше не может. Ну, да, знаете, там, человек может одновременно держать в уме, там, семь плюс-минус два объекта. И в условиях дефицита реальных факторов, которые реально формируют политическую повестку, на самом деле, там, пробиться туда и сделать что-то, там, важное для нас, частью этой политической повестки, важно. Вот. И то, что мы делаем, это работа на то, чтобы вот обществу навязать политическую дискуссию о том, каким должен быть интернет, каким должен быть иначе. Потому что мы считаем, что это правильно, чтобы общество об этом задумывалось, потому что, в конечном счете, мы уверены в том, что люди способны, там, прийти в правильный уровень. Потому что людям, в целом, нужен хороший, свободный, удобный интернет. И любые инициативы в этой сфере, которые привлекают внимание к этой аджензе, они на это работают. То есть, вот, Фонд Без Коррупции – это организация, которая работает на то, чтобы тема коррупции не уходила из политической повестки. В первую очередь, потому что эта тема, там, выгодна, ну, для нас, если для общества, не выгодна для власти. Потому что, ну, там, власти есть коррупция, и она не может ничего хорошего об этой теме сделать. Они, как бы, они воруют, и, как бы, куда денешься-то от этого. То есть, а обществу, там, выгодно, наоборот, привлекать к этому внимание и не давать привлекать темам под КВ. Вот интернет – такая же тема. То есть, мы хотим, чтобы он был свободный, а они хотят этого испортить. Поэтому нам выгодно об этом говорить. Ну, а им выгодно, чтобы мы говорили, там, про, там, Сирию и санкционисты. Вот, 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 это политическая борьба, и вот в этом смысл деятельности. Я что-то увлекся, наверное, и до этого ушел, но это важный вопрос. Я бы хотел еще добавить на этот момент. На самом деле, система, ну, как бы, государство, она не ответит к усложнению системы. То есть, в ответ на неработающий, там, как сейчас Тесипедант, неработающий, она не сделает DPI. И это как раз оружие слабо. Когда запрещают какой-то крипт алгоритм, то у программиста придумал что-то новое какое-то место там, там, едонки придумали, то это и так далее. А государство, оно просто наживет сильнее, ну, постарается нажать сильнее. Оно не будет делать, там, там, DPI в ответ на то, что, там, каким-нибудь изобретенцем, ну, пытается таковать ссорму. Да это не стоит об этом, не стоит этого ожидать. Это, вот, было по-моему небольшое. Скажите, в случае успеха планируется создание анонимного провайдера? В случае успеха-успеха, то есть, как бы, там, типа, ссорму отменен, или наш провайдер, если будет из-под него, выведен, да, конечно, мы это анонсировали. То есть, все, кто нам краудфандер получат бесплатное обслуживание, кроме суток, а что, какие проблемы? Мы будем предоставлять услуги начинать. Здравствуйте, Леонид, спасибо за вашу затею и за, вот, добавление, которое прозвучает. У меня вопрос, какие у вас планы, вот, вы тут сейчас коснулись тем, что, если вам разрешат работать без формы, или, там, за счет ФСБ регионального его поставят, но как это решают проблемы по всей стране? Вот они, ну, как бы, уступят именно вам, а везде у остальных провайдеров кроме останется. Ну, это, ну, понятный вопрос тоже, и нам его часто задают, и мы его часто задают, но это, как бы, там, окей, надо есть слона по частям. У нас, конечно, непрецедентное право, но, тем не менее, создание такого прецедента откроет многие, так сказать, окна и лазейки, и, так сказать, побегут пользоваться. И, там, окей, не только маленькие, там, сельские провайдеры, но и, там, просто телеком, даже, в такую линию, и дальше будет уже, в общем-то, интересный. Здравствуйте, второй вопрос. Поскольку вы все-таки боритесь не с какими-то такими простыми организациями, а, как я понимаю, с ФСБ, не боитесь ли у вас каких-то не юридических воздействий, то есть, ну, грубо говоря, какими-то запугиваниями, все-таки это все вскроется, когда они поймут, что, вот, конкретно, что-то направлено в создание именно этого провайдера, и что большие деньги как-то... Нет, ну, мы же это все говорим, там, открыто из самого начала, как бы, ну, это, так, разумный вопрос, но, как бы, мы свой выбор давно уже сделали, то есть, вы задаете вопрос человеку, который завтра летит в Новосибирск, двадцать шестой раз, так сказать, на заседании суда по своему уголовному делу, в общем, ну, как бы, мы не очень, не очень, не очень сильно, то есть, все, я поймаю себе вопрос и перепоедаю. Здравствуйте, мы в своем выступлении упомянули про студентные дела, которые уже были. Да. Работают ли те провайдеры сейчас, и чем кончились дела, если... Значит, те провайдеры работают, дела кончились, их проигрышем, в обоих случаях, во второй инстанции, в одном случае выиграли, только вам проиграли, вторую опу проиграли. Значит, провайдеры работают, что, кстати, многое говорит, на самом деле, о степени, ну, там, самоцензуры, или какой-то опу, два провайдера, которые, там, судились с ФСБ, и им ничего за это не было. Ну, то есть, там, окей, они проиграли суды, но в итоге им ничего не было. Вот, за ними мы на контакте общаемся и, опять же, пытаемся очень сильно учесть их опыт в нашей юридической работе. Ну, нам кажется, что мы нашли какие-то вот эти штуки, которые можно сделать другому. Спасибо, Леонидов. Всем спасибо. Перед giants. Спасибо. Спасибо. itative